Кто-то однажды сказал, главных проблем в мире всего три – грех, страдание и смерть. Но мы знаем, что в Иисусе Христе от всякого греха мы очищены, страдание служит нам в пользу, а смерть теряет свое жало. Откуда идет это зло, порождающее столько горя и печали? Библия ясно учит нас, что все началось от падения одного из ангелов. Название его – Сатана или Дьявол. И вот сегодня тема нашей беседы будет о нашем враге, о Дьяволе. Посмотрим, что говорит о нем Библия. Ведя войну, каждый полководец прилагает все усилия, чтобы узнать о противнике все – его расположение, его силы, его намерения, его стратегию и тактику. В нашей христианской жизни знать противника и относиться к нему со всей серьезностью – это значит быть готовым к духовным сражениям. Поэтому мы обязаны знать врага, чтобы одержать победу над ним. Задумались ли вы когда-нибудь о том, почему так мало людей слышали и в Англии? Почему так мало людей понимает благую весть? Почему так мало людей, относительно, конечно, верят в Иисуса Христа? Почему так мало христиан уверены в своем спасении? Почему так мало христиан, активно, ежедневно свидетельствующих о Христе? Почему так мало христиан, не только приводящих души ко Христу, но и помогающих им в духовном росте? Попробуйте на секунду поставить себя на место сатаны. Руководствуясь его целями, на что бы вы нацелили свои главные атаки? Очевидно, на Слово Божье. На тех, кто его проповедует и распространяет, то есть на Церковь Христову. Кто, как не сатана, препятствует христианской работе на земле, тормозит ее? Сегодня мы раскроем нашу Библию, чтобы найти ответ на два вопроса. Как научиться распознавать сатану и его дела? Как выработать к его действиям правильные отношения? Прежде всего, не будем забывать, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы освободить нас от власти дьявола. Он, Иисус Христос, является победителем нашим. В Послании к Ибреям сказано о том, зачем Христос принял человеческую плоть. Слушайте, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, начнем с ответа на вопрос, кто такой сатана? Он – могушественный ангел, сотворенный Богом. В книге пророка Изакияиля об этом говорится в 28 главе. В 15 стихе сказано «Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». То есть, в определенный исторический момент сатана решил использовать силу, данную ему, не по назначению повернуть эту силу против своего Создателя. Пророк Исаия говорит «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил сердце своем, зайду на небо, выше звезд Божих вознесу престол мой, и сяду на горе, сонми богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И с того момента он непрестанно пытается бросать против Бога все силы зла и лукавства. Да, враг – это дьявол, со всеми его кознями, обманами и коварствами. Это он стоит во главе всех темных сил мира. Что сила у него есть, это мы знаем. Он любит и умеет господствовать на земле и воздухе. В послании к Ефесянам мы читаем про князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сенах противлениях. А во втором послании к Ефесянам он даже назван «Богом века сего», ослепляющим умы неверующих. Для чего ему это надо? Объяснение дается тут же, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Одно из его любимых занятий – клеветать на нас перед Богом. Из книги «Откровения» в 12 главе мы узнаем, что он не устает делать это день и ночь. Противоположные работы выполняет Дух Святой. Он открывает нам глаза на наши грехи и одновременно указывает на возможность истинного избавления от них. Он указывает на кровь Иисуса Христа. Сатана же просто обвиняет, не указывая выхода. И вы знаете, он клевещет на нас не только Богу, но и нам самим. Когда христианин, допустив грех своей жизни, исповедуется в нем Богу, он может и должен быть уверен, что он прощен, что грехи его смыты. Но сатана тут как тут. И вот мы начинаем чувствовать смущение, растерянность. К нам возвращается чувство вины, неуверенности. А именно этого-то сатана и добивается. Какие же цели сатана преследует? Его главная цель – стать подобным Богу. «Буду подобен Всевышнему», – говорит он. Ему хочется иметь честь и славу и положение Бога. Для чего? Для собственного удовлетворения, потому что его характер диаметрально противоположен Божьему. Вместо того, чтобы служить, он хочет, чтобы ему служили. Эту разницу поясняет Иисус Христос в Евангелии от Яна в 10 главе. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В Евангелии от Матфея в 4 главе сказано, как сатана пытался заставить служить себе даже самого Иисуса Христа. Но возникает вопрос. Как же это может быть? Каким это образом он надеется осуществить свои цели? Давайте снова присмотримся, в каком направлении он действует. Главная его забота – отделить человека от Слова Божьего, от Библии. Это логично, потому что Библия учит нас диаметрально противоположного. Например, Христос сказал, «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Сатана делает все, чтобы человек Слова Божье не слышал. По этому поводу Иисус говорил Своим ученикам, «Сеятель Слово сеет». «Посеянное при дороге» означает тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их. Как же ему удается это делать? Для этого у него есть множество способов. Например, он использует сомнение. Сомнение в истинности Слова Божьей. Помните, как было с Евой в Ведемском саду? В книге «Бытие» в третьей главе, в первом стихе сказано, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». И сказал змей жене, «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Задавая этот вопрос, сатана прекрасно знал, что именно сказал Бог. Но его цель была простая – заранить сомнение. И, как мы знаем, это ему удалось. Тем же испытанным способом действует он и сегодня, причем в двух направлениях – и против верующих, и против нехристианского мира. Казалось бы, в наше время нет отрасли науки, которая не подтверждала бы истинность Библии. Взять хотя бы археологию. И все-таки находятся еще люди, сомневающиеся в авторитетности Слова Божьего. Разве не слышим мы порой, что в наш век верить в Иисуса Христа могут только отсталые старушки? При этом атеисты умалчивают, что величайшие умы мира, гении науки и искусства верили и верят в неиспоримый авторитет Библии. Посеть в глазах мира недоверие к интеллектуальным способностям христиан – не новый прием сатаны. Каким мудрым считает себя человек, свысока взирающий на нашу с вами веру? Какими глупыми мы им кажемся? Но что говорит Слово Божие? Прочтем из первого послания Коринфянам в первой главе. Ибо написано «Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрецы? Где книжники? Где совопросники века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Да, сатана старается как можно больше людей удалить от силы и мудрости Слово Божие, чтобы людей удержать в своих лапах. На что он только не идет, чтобы люди не слышали благое вести о спасении. Ему прежде всего мешают люди, стремящиеся активно свидетельствовать о Христе и проповедовать Евангелие. Читая жизнь описаний миссионеров, мы часто встречаем факты, когда сатана делал все, что мог, чтобы удержать их от служения. Да разве факты нашей собственной жизни не говорят о том же? Стратегия его в этих случаях проста – заменить цели Бога в нашей жизни своими целями. Об этом Иисус говорил фарисеям так – «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Именно поэтому сатана нападает прежде всего на правду, на истину, ибо он лжец и обманщик. Но как же обстоит дело с верующими? Ведь над чадом Божьим сила сатаны невластна. Рождение свыше – факт необратимый. Чадо Божие не может быть от Бога отлучено. Сознает ли это сатана? Прекращает ли он нападки на человека, отдавшегося Христу? Нет. Сатана не глуп. И в своей тактике он очень реалистичен. Там, где он не может подчинить человека себе, он может хотя бы сделать его бесплодным, стараясь, например, ограничить активность верующего человека. Каким же образом он действует? Обычно у него есть два способа воздействовать на верующего – изнутри и извне. Изнутри, то есть путем плоти. Он использует нашу ветхую Адамовую природу, склонную ко греху. Тут у него возможностей много – дурные желания, зависть, стремление к богатству, легкой жизни, всевозможные низкие помыслы. Возьмем, например, какое-нибудь сильное желание. Само по себе, предположим, неплохое. Но оно может настолько овладеть нами, что мысли о нем займут все наше время, и на свидетельство времени не останется. Вот мы и стали бесплодными. Заметьте притчу о сеятеле. Иисус пояснил. Посеянное в терне означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Яснее не может быть. Христос описал здесь тактику дьявола. Царствуя над миром, сатана умеет влиять на людские умы, сделать нас убийцами или пьяницами ему не под силу, но заранить нам в голову одну-другую мысль он может. И если мы позволим этим мыслям там оставаться, дадим им развиться, и что же, грех совсем недалеко. Какими мыслями наполнена наша голова? Предаемся ли мы бесплодным мечтаниям, или сосредоточены они на Боге и Его слове? В 118-м салме, в 9-м и в 11-м стихах сказано, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. Сердце сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Второй внешний путь нападок сатаны лежит через мир. Это внешний нажим на верующего, стремление подчинить его мирским правилам и взглядам. Одно из правил, по которым живет мир, известно под названием естественный отбор, то есть выживает сильнейший. Бывает, что и мы начинаем думать, а в чем моя выгода? А как мне урвать побольше? А как мне обойти других? Глядишь, и мысль о служении ближнему постепенно отошла на задний план, а потом и вовсе исчезла. Другое проявление внешнего нажима на нас со стороны мира – это тревоги, суета и страх. Как часто мы забываем, что наш мир и наш покой – это Иисус Христос, который несет на себе все наши немощи и заботы. Библия учит нас, как отражать давление мира. В послании к римлянам апостол Павел говорит «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А чем мы можем обновить наш ум? Только Словом Божьим. Итак, мы убедились, что сатана не только существует, но и активно действует. У него есть четкие цели и логичная стратегия. И для достижения этих целей он пользуется разнообразной тактикой. Против такого противника мы должны использовать все виды доступного нам оружия. Иначе с нами может случиться очень неприятная вещь. Об этом предупреждает канонфянскую церковь апостол Павел такими словами «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Итак, можем ли мы быть уверенными, что выйдем победителями из всех сражений с дьяволом? Что сказано в послании к евреям? «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь свою были подвержены рабству». Что означало для сатаны крестная смерть Иисуса Христа? Из только что прочитанного места мы ясно видим его полное поражение. А что значило для людей? Это значило свободу, безопасность и победу. Смерть и воскресение Иисуса Христа – вот в чем основа нашей победы над сатаной. Мы побеждаем не собственными силами, а победившим Христом. Конечно, сатана имеет силу, но его можно сравнить со злобным псом на цепи. Есть место, где он хозяин, шум от него большой, но область его действия ограничена. Помните слова Давида? «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Слово, Слово Божие – вот источник нашей победы в духовных битвах. Для достижения этой победы есть два основных средства. Первое из них – это то, что Библия называет нашим духовным оружием. Откроем послание к Ефесянам, 6 глава, и начнем с 10 стиха. Тут сказано «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресло ваше истинною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче сего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, прежде всего, мы должны укрепляться силой Господа и полностью верить в себя Его победе, не рассчитывая на свои силы. Затем Павел говорит о том, что нам надо вооружиться. Павел использует здесь глаголы активного значения, то есть мы не просто должны верить, но еще и действовать. Первым элементом нашего вооружения здесь названа истина. Истина – это Слово Божие, истина – это Сам Иисус Христос. Это очень важно, сражаясь, понимать, что борешься за правду с чистой совестью. Иногда, рассказывая правдивую историю, мы впадаем в искушение чуть-чуть преувеличить детали. И это нормально, если мы хотим, чтобы нас чуть больше уважали люди. Но ведь Бог смотрит иначе. Его же одобрение может вызвать только чистая правда. Вторая часть нашего вооружения – это праведность. Что может быть легче для сатаны, чем одолеть людей, далеких от праведности, тех, кто следует своим греховным влечениям? Если и случилось, что вы согрешили, немедленно исповедуйте грех Богу, чтобы восстановить прерванные общения с Ним. Мы должны хранить себя в чистоте, не позволяя сатане вторгаться в нашу жизнь. Вы заметили, что если мы полностью отдались борьбе за души грешников, то борьба с грехом уже не так поглощает нас. Значит, дело в том, в какой битве участвовать. Отдайтесь же битве за души. Свидетельствуйте людям о Христе. Затем мы берем щит веры. Это оружие защиты. Известно, что верой мы угождаем Богу. И когда мы верим в Его обетование, сатане к нам не подступиться. Затем Павел называет, как важную часть вооружения, шлем спасения. С таким шлемом мы можем стоять твердо и прямо, устремив взор в будущее. Вера и уверенность в нас есть от того, что мы знаем, что мы спасены Иисусом Христом. И, наконец, меч духовный, который есть Слово Божие. Нет ничего более мощного в борьбе с дьяволом, чем Слово всемогущего Бога. Итак, первое средство для отражения, нападения дьявола – это наше духовное оружие. Второе средство – это личный пример Иисуса Христа. Послание к евреям призывает нас взирать на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа. В четвертой главе Евангелия от Матфея Христос в момент своего крайнего изнеможения подвергся искушениям сатаны. Прочтите эту главу самостоятельно несколько раз. Из нее вы много узнаете о сатане. Сатана искушает Иисуса, цитируя Писание. Известно, что сатана может принимать вид Ангела Света, но Иисус видит его насквозь, видит его цели. И три раза подряд он отвечает ему, повторяя его прием, то есть цитируя Слово Божие. Тут Христос показывает нам пример, как поступать в подобных случаях, дать отпор врагу Словом Божьим. Итак, будем заучивать стихи из Библии наизусть, чтобы припоминать их в опасные моменты нашей духовной жизни. Да, Слово Божие, вот ключ к победе. Апостол Яков говорит, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. А в послании кефисианам сказано, не давайте место дьяволу. Как? А очень просто. Обороняясь Словом Божьим во все моменты сражения, при каждом искушении. Когда сатана вбивает нам в голову какую-то свою мысль, или когда наша греховная природа толкает нас на что-то нехорошее, сразу припоминайте, что говорит Слово Божие, что сказано в Библии. «Трязвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В этом стихе Петр описывает дьявола реалистично. Он знает, что духовная война – это дело жизни и смерти. Он знает, как сатана опасен. Страшно? Тогда прочтите стих 7, то есть предыдущий стих. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». О ком идет речь? Об Иисусе Христе. В 9 стихе говорится о том, что противостоять сатане надо твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. А теперь несколько практических советов. Если ты, дорогой друг, еще не уверен, к чьему царству принадлежишь – царству Иисуса Христа или сатаны, то задумайся, каким ты хочешь видеть свое будущее. Если ты хочешь проводить вечность в царстве Бога, отдайся Иисусу Христу сегодня же. Просто склони голову и попроси Его простить твои грехи и войти в твою жизнь. А если же ты христианин, то припомни все, о чем мы сегодня беседовали. Изучай наизусть места Слова Божия, молись. Осознай, что духовная битва – это смертный бой. Каждый раз в минуту атаки сатаны используй выученные тобою места и Слова Божие. Помни, что Слово Божие – это духовный меч. Оно живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Какую чудную истину открывает нам Библия в первом послании апостола Яна в 4 главе, 4 стих. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо Тот, Кто в вас, больше того, Кто в мире». Да, мы дети, мы дети Бога, и Он в нас. Значит, победа будет за нами, слава Ему вовек!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!